Александр Зайцев, Дмитрий Цыганов и палочная система. В марте прошлого года сотрудники отделения госавтоинспекции из Краснослободска несли свою службу на трассе в соседнем Ельниковском районе. В рамках мероприятия нетрезвый водитель остановили 52-летнего Александра Кедямкина. Посчитав его поведение подозрительным, решили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ставились и попросили на обследование алкогольное. Я согласился. Александр был уверен в своей трезвости, ведь ехал он на служебной машине и перед этим прошел проверку. Полицейские якобы записали объяснение с его слов, но прочитать документ водитель не смог из-за плохого зрения и все подписал. Как позже выяснится, розчерком он согласился с нарушением. Существенно нарушили права и законные интересы гражданина Кедямкина, выразивающиеся незаконным привлечением его к административной ответственности по части 1 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административной промышлении и незаконном наложении на Кедямкина штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Прочитав подписанный протокол уже в очках, Александр ужаснулся и в тот же день отправился в районную больницу, чтобы добровольно пройти освидетельствование. Тест показал нулевой результат, но материалы из ГИБДД ушли в мировой суд и Фемида лишила мужчину водительских прав. Тогда водитель, собрав все документы для обжалования, написал еще заявление в ОСБ и следственный комитет, где возбудили уголовное дело. Попытавшись неправомерно подвести под суд невиновного человека, правоохранители сами оказались на скамье подсудимых. Следствие шло менее полугода и, собрав достаточно доказательств, материалы дела были переданы в Ельниковский районный суд. Пока шло следствие, решение мирового суда по Кидянкину было отменено и ему вернули права. Инспекторы Зайцев и Цыганов до последнего не признавали свою вину, утверждая, что никакие показатели они не подделывали, а лишь выполняли свою работу. Тем не менее, последний попал под сокращение, а первый числится в штате до сих пор. 1 ноября оба выслушали свой приговор. Погоня за показателями стоила каждому двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности на два года. Решение в законную силу еще не вступило. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев, программа «Происшествия».